Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием Saint Qatar, The Yellow Mask. Это демо версии Point and Click Horror Quest'а, и сюжет этой игры повествует о череде таинственных событий, ведущих к серии жутких убийств. Ладно, посмотрим, что себе игра представляет. Здесь есть русский язык, это уже хорошо. Я верую в Господа. Господь мой, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он направляет меня в стези, правда, ради имени своего. На, стези. Если я пойду и долиную смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мной. Дела. Что это за место? Я ничего о нем не помню. Вина лежит на мне тяжким грузом. Я сделал нечто ужасное, но я не помню что. Я даже не помню, как и чем жил. Мне нужна помощь. Я должен спросить прощения. Используйте левую кнопку мыши, чтобы осматриваться. Взаимодействовать с миром. Разговаривать, собирать предметы. И передвигаться по локации. Используйте правую кнопку мыши, чтобы детально изучать мир и предметы. И передвигаться по локации. Соб, передвигаться и левой, и правой можно? Подробнее об управлении вы можете прочитать во вкладке «Помощь». Лес. Ну давай осмотрим. Небо словно свод собора, деревья словно безмолвные стены. И один из них вселяет в меня... Что вселяет? Страх неимоверный. Туда можно, видимо, зайти, церковь осмотреть. Подсветить зоны, с которыми мы можем взаимодействовать. Я, видимо, не могу. Что это за домик? Ясно, это меню. Могилы. А я могу вот сюда прогуляться? Я могу пойти в лес, да? Ладно, давай зайдем в церковь. А, дверь, наверное, закрыта. Открыта. Не могу. Или все-таки закрыта. Что он делает? Не сдвинуть, кто-то держит ее изнутри. Посвольте мне войти, мне всего лишь нужна помощь и прощение. А ты уверен, что ее держит? Этот голос, я его узнал. Может, там просто ее подперли? Можно заглянуть в окно? Трудно разглядеть, но алтарь не похож на обычный алтарь. Он украшен странными палками и, кажется, задрапирован непонятной желтой тканью. Могилы. Что про это скажешь? В принципе, это нормально, то, что у церкви есть могила. Так странно смотреть на эти могилы. Что они значат? То, что там похоронены люди. На плитах нет ни имен, ни дат, только кресты. И почему? Ну, блин, такая жизнь. Все, давай топай в лес. Не нравится еще что-то. Стоп, а здесь вроде как режим можно было поменять. Блин, или здесь уже нельзя? Только в главном меню. Этот путь не принимает меня. В смысле не принимает? Ты что? Обалдела деревенщина. Давай попробуем еще тогда открыть. Толкай, давай, не сдвинуть. Отец, ты впустишь меня? Я знаю, это ты. Я стою на пороге святой обители, прошу, умоляю. Ты обратил свой взор от Господа к мирской суете. Я знаю, я чувствую, что сделал что-то ужасное, но не все так смутно. Я совершенно не помню, что я делал. Молю, смилуйся же надо мной, пусти, мне нужна его помощь и все прощения. На могильных плитах что-то проявилось. Давай посмотрим. Может там твое имя? Петра Дохнаны. 43-й, 97-й. Может это он их убил? Прости меня, мать моя, я почти не помню тебя. Могила матери, а вторая? Тут написано Йожев Дохнаны. 35-й и непонятно какой год. Последние цифры нет. Я не помню, что с тобой произошло, но, отец, ты можешь? Разум твой поддался искушениям твоей заблудшей души. Позор. Нечестивая ты тварь. Но я не помню, что творил в прошлом, мой разум затерялся во тьме, но душа моя до сих пор чиста, дозволь мне поговорить с ним. Нет у тебя больше души, сын мой, загляни внутрь себя, что ты видишь? Вину и печаль. Я не отрекся бы от веры, не было бы и твоего греха. А, не отрекся. Я никогда не отрекался от истинной веры. Что есть истинная вера? Я знаю, что ты учил, но я не могу вспомнить. Но я не помню, что творил в прошлом. Он уже это несколько раз сказал. Ты уверен, что этот аргумент действительно может его зацепить? Ты уже переломил свою судьбу, еще когда отрекся от Господа давным-давно. Не видать тебе его благодати. Я никогда не отрекался от Господа. Дай им же войти и дай мне вспомнить, что... Довольно, эта дверь не откроется перед тобой, сколько ни говори. Как же низко ты пал, Бенедек. Дек. Греховная душа, как бездонная яма, в которой таится ложная вера. Ты изгнан из его обители навечно. Но Господь прощает даже тех, кто погряз во тьме. Приминт свою ношу. Погоди. А я могу, например, сохраняться в любом месте? И потом могу это загрузить? Если да, то это неплохо. Ладно, что он от меня хочет? Там Библия валяется. Мог бы открыть дверь и... Мне ее подкинуть. Я взял твою Библию, а теперь эта ноша моя. Ступай на ту сторону долины, средоточивая мук и страданий. Вечно скитаться здесь, это и есть моя кара. Тебя уже постигла кара, ты проклят за все свои грехи. Кем проклят? Господом? Мне кажется, я реплики пропускаю, как кликаю. Дел совершенных не воротить назад, но прощение можно получить. Если ты и правда жаждешь покаяться, пустите грехи свои пред ним, найди и спаси последнюю душу в семье своей. Не понимаю, я последний своего рода, все мои родные мертвы. Ты заблуждаешься, а теперь ступай и делай дело, пока не стало слишком поздно. Постой, умоляю. Кто эта последняя душа? Не, пусть будет в чем же я согрешил. Отец, отец, ответь мне. Все, пошли. Не знаю, кого еще, но мне нужно поскорее найти заблудшую душу, пока еще не слишком поздно. Супер, идем. Что это такое? Ясно, это его карман. Топай, побежал бы хоть. Ползет он. Что вообще за цвета здесь? Будто в аду каком-то. О, наверху, чувачки, может это и есть ад? Путь к искуплению. Или в ад. Блин, непонятно, как он здесь очутился, что он делает. Что это за место? Не вижу ни души, неужели я опоздал? Куча мертвецов. Воня от этого странного алтаря исходит просто невыносимая. Все эти люди обожжены до неузнаваемости, даже не разобрать, кем они. А ну, постой, на всех этих телах одни и те же отметины. Может, их маньяк убил? Я словно их где-то уже видел. Что за отметины? Что за глаз? Я узнал их. Это печати обета, метки дьявола. Эти люди присягнули верности самому воплощению зла. Бедные безумные... А, бездумные твари. На шее у этого мертвеца что-то висит, похоже на жерелье. Ты возьмешь? Может, Библию им почитать? Вряд ли это сработает глаз. Господь, поговори со мной, дай мне знак, где мне найти последнюю душу в моей семье. Тишина и безмолвие. Может, ему почитать Библию? Ты что, издеваешься? Ну, пошли дальше, вот это что, останки? Нилая плоти, испекшаяся кровь, даже трогать эту пагубу не собираюсь. Еще мертвец. Странно, он ходит. Руки покрыты ожогами и неестественно вывернуты, словно конечности насекомого. А куда я могу пойти? Эт мертвец пытался обрести спасение на тщетно. Блин, глаз может хочет поговорить? Стоп, алтарь. Он сложен из застывших мертвецов, не знаю, кому это могло понадобиться. Так куда ты идешь, что здесь? Библия может. Нельзя рисковать. Я не могу отсюда уйти, я не могу продвинуться дальше, ничего нельзя сделать. Оба-на, ожерелье, ты придурок, не взял его, что ли? Эти щетки все еще целые, на кресте вырезаны инициалы, БД. Не могу вспомнить, что они означают, но есть в этом что-то знакомое. Здорово! Кто ты? Чего тебе нужно? Имнем Господа заклинаю тебе ответь, или изыди. Виктория. Покажись. Можете лучше это не видеть? Виктория, это, наверное, не она Виктория. А искать нужно Викторию. Ну? У нее четки, мои четки, это мои инициалы. Моя сестра, последняя душа в моей семье, и вот она, мертва и безжизнена. Ты убил мою сестру, демон. Или Господь сжалься надо мной, спаси меня. Очень странная игра. Я опоздал, но мне нужна помощь твоя. Мне нужно вспомнить и искупить свои грехи. Объят пламенем за все грехи свои. Твой рот проклят. И? Он думает. Пламя. Кстати, надо звук проверить. Ладно, все замечательно. Пламя, крики и запах горелой плоти. Теперь я все вспомнил. Блин, я, видимо, звук вырубил. Погоди. Да закрой рот. Господи, ты и есть все для меня, но я не заслуживаю ни помощи, ни прощения, ведь я убийца собственной сестры. Грешен, грешен, грешен. И встал на колени. Я заслуживаю только вечных мук и страданий. Бенедек. Тебя зовут. Без нее все грехи ведут в ад. Виктория. Очень странно здесь развивается сюжет. Может, хватит кричать? Ну, это был сон. Возможно, а возможно, это... Его откатили в прошлое. Мои глаза, я ничего не вижу. Так без очков. С глазами у меня все в порядке, я просто ничего не вижу без очков. Что за сон? Церковь из моего родного города, могила родителей, распятые мертвецы и Господь в виде огромного ока. Что за кошмар худший в моей жизни? Это был не я, Господи, ты знаешь, это не я. Я прекрасно помню свое прошлое, я никогда не грешил, передо мной никогда не закрывали дверь в церковь. Я знаю, что такое настоящая вера, я преклоняюсь лишь пред тобой, Господи. Ведь так я хочу. Все, как мой отец учил меня. Отец, день, когда он покинул нас, моя мать потеряла всякое желание жить. Отец дал мне эту Библию за день до того, рокового дня, который сломал нашу семью. Достать Библию и помолиться. Может, очки наденешь? Я не могу ее найти, в карманах ее нигде нет. У тебя что, коблюшечная Библия? Где же она? Должна же быть где-то здесь. Так, что это было? Предмет. Может, это очки? Ну и что это? Это мое одеяло. Блин, а я точно не могу подсвечивать зоны, где есть предметы. Что это, сохранение? Одеяло. Просто попробуй разберись. Вот какой-то предмет. Что это, стена какая-то. Просто я никаких предметов не вижу. Деревянная палка. Так возьми. Кто-нибудь видит какие-нибудь предметы? Я ничего. На полу что-то лежит. Ты что, не знаешь, где твои очки? Очки. Зашибись. Я так не могу без очков ничего не разглядеть. Может быть, в кошмар Виктории погибла от моих рук, но она причинила мне куда большее зло в мире настоящем. Она затащила меня в город, заставила провести ночь в этом доме, похожем на склеп. Это место пыталось сбить меня с пути истинного во сне. Нет, даже не сбить с пути. Проклясть меня. Проклясть мою самую душу. В кошмаре мне сказали, что я проклят. Должно быть, так мой разум пытался предупредить меня о потугах этого коварного дома. Или даже хуже. Весь город сразу? Думаю, и то, и другое. Мне все еще грозит опасность. Здесь нельзя оставаться, но я не могу уйти. Я не могу уехать отсюда без моей Библии. Но уезжать в одиночку я тоже не намерен. Она единственная, кто осталась в нашей семье помимо меня. Возьми палку. Да задолбал. Где тогда твоя Библия-то лежит? Что за бюст странный? С сокрытым подволью лицом. Смотреть на него просто невыносимо. А что за дом такой криповый? И зачем в нем надо было ночевать? Моей мэтери была такая же. Я до сих пор помню, как она должна звучать. Одно из воспоминаний моего светлого детства. Куклы. Похоже на миниатюру человекоподобного племени. Но вместо голов, что одни? Черепа. Понятно. Я не вижу мою Библию в этой темноте. Остается лишь надеяться. Может быть, Виктория стащила ее, пока я спал, и спрятала ее где-то наверху. У другого объяснения не вижу, хотя... Так а где Виктория-то? Странно, совсем на нее не похоже. Наверное, мне лучше не кликать, потому что я реально реплики пропускаю. Ну? Как-то долго грузится, нет? Это что, призрак какой-то? Кто-то. С этими глазами она похожа на жабу. Ну, вообще, если так подумать, типа, вот мы поднялись наверх, он видит левого чувака и такой, блин, а что за скульптура такая? А что за версток? Пойдем посмотрим. Что за версток? Любопытно. Это все чья-то шутка? А если не шутка, то зачем все это здесь? Так в смысле, зачем? Ты издеваешься? Здесь люди жили, наверное. Ладно, я думаю, стоит сначала с ним поговорить. Кто там? Виктория? Это же мужик. Николай? Может, это призрак? Все-таки. Ну, вообще, игра действительно такая мрачноватая. Атмосферненько. Немножечко. Не знаю, почему бы тебе не спросить ее самому? Где она? Под одеялом подойди ближе, разбуди ее. Кровать, комод. То есть нет здесь какой-нибудь яркой атмосферы? Кровать пуста. Где она? Во что ты веришь, Бенедик? Где моя сестра? Мне нужно с ней увидеться, она забрала мне Библию. То есть ему все равно на сестру? Ответь мне сначала, во что ты веришь, кроме Господа? Я верю, что жизнь нужно проводить в уединении, и тогда и таких вопросов не возникнет. А я верю, видишь ли, что без семьи жизнь не имеет смысла. Мы не существуем, если не принадлежим никому, кроме Господа. Семья, Бенедик, без семьи жизнь немыслима. Ты ясно дал это понять, когда оставил сан священника, чтобы жениться на моей сестре. Это была жертва, на которую тогда я пошел осознанно, но сегодня я уже был... Уже в этом не уверен. Не понимаю. Ну, кто ты такой? Это живой мужик какой-то. В семье никто не обижает друг друга, так? Не обижать родных нельзя, разве ты не согласен? Виктория обидела тебя, а что она сделала на этот раз? Это все ты, и ты натравил ее на меня. О чем ты говоришь? О чем ты ее убеждал вчера в поезде? Что? Да я вообще ни с кем не разговаривал, ни с ней, ни с тобой. Значит, не ты обозвал меня наркоманом. Да это были мои слова, но в чем тут моя вина? Я не настраивал ее против тебя, она даже пыталась тебя защитить. Еще как обидела. Это она подсадила меня на аморфий много месяцев назад. Что она сделала? То, что ей следовало, помогла своему мужу бороться с болью. Теперь твоя очередь, отвечаю тебе на Дек. Поможешь мне? В чем тебе нужна помощь? Я лишь хочу с ней поговорить. Я тоже, я хочу поговорить с собственной женой. И где она теперь, что происходит? Я не хочу больше здесь оставаться. Думаешь, я тронулся рассудком? Думаешь, выдумал наши голоса внизу? Ваш. С кем? Я был там один, ее внизу не... Хоть знаешь, сколько раз я звал вас по имени, пока не услышал, наконец, твой истошный вопль. Я закричал, когда я проснулся от ужасного кошмара. Моя жизнь сейчас кошмар, не лги мне. Я слышал, как ты с кем-то разговаривал после крика. Так он сам с собой очки искал. Я разговаривал с Господом и с самим собой, а затем поднялся сюда в поисках сестры. И неужели? А вот вы выпотрошили мою сумку, пока я спал. Зачем? Мне вообще ничего из этого не нужно. На, забирай. Он говорил, что свои сумки... Где же моя, кстати? Я не заметил ее внизу. Просто верни мне, Морма, и таблетки. Я хочу избавиться от боли. Так. Лучше бы взял и отыскал свою сумку, вместо того, чтобы обвинять меня, почем зря. Я уже прочитал весь этот этаж и и так ничего не нашел. Кто-то забрал мои таблетки. Может, и ты, может, и она. Думаешь, я вор, но давай обыщи меня. Я верю, что ты можешь быть с кем захочешь, пока ты живешь. Не положи, брат Бенедик. Ты же не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Знаешь что, пора бы и задуматься, кто моя семья. Я спущусь с ней, если ты останешься здесь. Я уже сказал тебе, что ее там нет. Ты не беспокойся. Если она там, я просто прошу ее вернуть мои таблетки. Если ее там нет, найду их сам. В любом случае, позову тебя, когда закончу. Спасибо за одолжение. Вали, вали. Возможно, они поссорились, и она ушла, пока я спал. Не доверяю ему. Так или иначе, мне стоит поискать Библию тут, пока его нет поблизости. Ты помнишь, о чем я тебя спросил? Ты не видел мою Библию? Не понимаю, теперь ты просишь мне о помощи, и честно не уверен, что видел ее. Но лучше бы тебя обшарить тут все. Мне все говорят, что я плохо подмечаю детали, может, и видел, но не заметил. Круто. Так что нет, Николай, нет тут твоей жены, и спорить нечего. Да боже, я пролистнул. Вдруг твои таблетки у нее, но если брак тебя хоть чему-нибудь научил, ты знаешь, что она всегда ждет тебя самых очевидных поступков. То есть я буду играть не только за одного персонажа, но и за второго? Для начала просто осмотрись. Ну, может, кто-нибудь в машинке швейный спрятал? Куклы. А я могу переключиться на того мужика. Давай чашу осмотрим. Пустая чаша. В итоге-то мы к чему должны прийти? Солнце заходит, скоро нас настигнет тьма. Но ее-то здесь точно нет. Ни звука. Бюст. Занятное творение искусства. Ты куда-то прешься. Он вообще ни с чем не может взаимодействовать. Ну-ка. Давай, поищи здесь свою Библию. На столе нет среди книг? Да боже, баклан. Никогда не слышал об этих трудах. Ладно, вот тут можно было взаимодействовать с комодом. Можно на этом, в принципе, и закончить. Не знаю, какая по длительности демка. Учитывая жанр, она может быть и на три часа. В принципе, игра могла меня зацепить. Сюжет здесь запутанный с самого начала. Атмосфера мрачная, диалоги непримитивные. Думаю, что после релиза пройду ее. А пока что на этом можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok